Всем привет, с вами Станислав Орехов и в этом видео поговорим с вами о стандарте профессии более детально. Расскажу, как он делается, для чего он нужен, что включает, из чего состоит. Информация будет максимально полезна для действующих опытных дизайнеров, для руководителей студий, для начинающих дизайнеров, для представителей учебных заведений, для клиентов, вообще для тех, кто работает в сфере дизайна и хочет эту сферу развивать, хочет развиваться в ней сам и пошагово выстраивать свой процесс развития на будущее, на долгие годы вперед. Видео будет достаточно длинным, но зато даст ответы на многие вопросы. И в конце я предложу принять участие в комментариях и также в разработке стандарта. Ваши комментарии будут учтены и максимально полезны. Жду вашей обратной связи, а теперь давайте приступим к обсуждению и к изучению детализации стандарта профессии. Стандарт профессии дизайнера – это документ государственного образца, в котором прописаны функции дизайнера, разделены на 10 частей, о которых мы уже говорили в предыдущих видео, и показаны действия, умения и навыки по каждой функции. Стандарт профессии будет максимально полезен для четырех категорий. Первое – это учебные заведения. Стандарт показывает, что должен знать и уметь выпускник, а поэтому учебные заведения смогут готовить полностью специалистов, которые удовлетворяют требованиям и запросам рынка. Второе – это, собственно, выпускники учебных заведений и новички, которые только вступают в профессию дизайнера и хотят устроиться куда-то на работу. Им не обязательно учить абсолютно весь процесс дизайна, они могут выучить какую-то определенную небольшую часть и уже устроиться в студию дизайна на работу и быть помощником для того, чтобы начать уже как-то взаимодействовать с реальным миром и показывать свои навыки, быть полезным ведущему дизайнеру. Также стандарт очень сильно пригодится опытным дизайнерам, кто уже набирает команду, и студиям, у кого стоит вопрос расширения. Стандарт позволяет взять на рынке уже готовых специалистов, которые подготовили учебные заведения, а не воспитывать, как это сейчас бывает, самостоятельно специалистов, обучать, по сути, как надо работать заново, и потом надеяться, что в какой-то момент они не уйдут и не создадут свою студию. И четвертая категория, кому будет полезен стандарт – это клиенты. Сейчас на рынке сложилась такая ситуация, что очень много некачественных специалистов, и очень сложно разобраться, кто дизайнер, а кто не дизайнер. Любой выпускник двухмесячных девичьих курсов называет себя дизайнером и запутывает клиента. Стандарт профессии позволит точно понять, что должен знать настоящий дизайнер, и клиент сможет узнать, насколько детально подготовлен тот дизайнер, которого клиент хочет взять себе на работу. Причины создания стандарта достаточно просты. Сейчас сложилась такая ситуация, что в России нет единого стандарта профессии дизайнера. Это ведет к большим количествам проблем. Во-первых, теряется авторитет профессии. Как мы уже обсуждали, любой, кто сделал себе дом или квартиру, любой человек, также любой выпускник каких-то странных, сомнительных тренингов или курсов по декорированию считает уже себя дизайнером. Он вводит в заблуждение и себя, и клиентов, и, по сути, престиж профессии дизайнера очень сильно падает. На таких дизайнеров, которые не обладают должными навыками и квалификацией, очень сильно ругаются прорабы, совершаются ошибки, невозможно с ними работать и, таким образом, ко всем дизайнерам относятся не очень хорошо. Вот чтобы поднять престиж профессии, нужно точно понимать, что должен, что не должен делать дизайнер, какие у него действительно должны быть знания, навыки, образования. И в стандарте профессии это как раз прописано. Если ты начинающий с минимальными знаниями, то, пожалуйста, ты можешь быть визуализатором, обмерщиком, чертежником. Если ты с высшим образованием, с профильными курсами, то ты уже можешь быть опытным ведущим дизайнером, арт-директором или руководителем проекта. Это достаточно подробная информация, которая должна быть в головах и у дизайнеров, дизайнерского сообщества, и у клиентов. Вторая проблема – это существующий хаос в голове у специалистов. Когда они обучаются в учебных заведениях, их в основном учат именно работе. И учат, что дизайнер должен уметь сделать абсолютно все от чертежей и заканчивая авторским надзором, декорированием и, может быть, даже разбираться в стройке. В этом нет ничего, конечно, плохого. Так и должно быть. В идеале дизайнер должен быть ведущим дизайнером и делать все от начала до конца. Но здесь есть большой минус в том, что нет разделения четкого профессии. И как только дизайнер хочет делегировать какую-то часть работы, взять себе помощников, создать студию, расти, у него вдруг это не получается. Он берет помощника, а помощник не справляется с задачей. У дизайнера нет навыка делегирования, поэтому он отдает визуализацию или чертежи, и чертежник или визуализатор проваливают проекты, не успевают в срок, и дизайнер вынужден переделывать все самостоятельно. В итоге он не работает над творчеством, как и должен работать, а 24 часа в сутки исправляет ошибки. Потом плюет на это дело и начинает работать самостоятельно, считая, что дизайнер это только такая вот единица, которая работает сама. Но есть и другие успешные более дизайнеры, которые умеют уже делегировать. К сожалению, сейчас им приходится изобретать велосипед для того, чтобы разделить функции и брать помощников. Переучивать помощников приходится, и приходится разделять эти функции как придется, что не всегда правильно. И стандарт профессии как раз документ, который позволяет посмотреть, как уже могут быть разделены функции на дизайн-проекте, и он поможет вот таким продвинутым дизайнерам и студиям, а также тем, кто не хочет в голове все смешивать, а хочет разделить все по полочкам, систематизировать знания, он поможет это сделать максимально просто и максимально быстро. Просто прочитав, какие функции есть и какие знания, умения и действия они совершают. Это очень полезная информация для того, чтобы уйти из хаоса и начать действовать, начать работать системно. Третья проблема – это помощник дизайнера. Кто это такой? Многие новички к нам в студию, по крайней мере, обращаются и говорят, мы хотим быть помощником дизайнера. Возьмите, пожалуйста, нас либо на стажировку, либо мы будем помогать вам. Вопрос возникает, что вы будете делать? Ну, я умею все, я умею чертить, я умею визуализировать. Но в итоге, когда ты начинаешь спрашивать, а как ты это делаешь? А каким образом? А как ты стыкуешь визуализацию и дизайн? Каким образом ты подбираешь материалы? И тут свежий выпускник начинает плавать, потому что как-то он это делает, но конкретно не может сказать, не может объяснить, и это очень тяжело. Таким образом, мы берем не помощника, мы берем себе, по сути, подмастерик, которого еще должны вкладываться и должны учить его постоянно. Спрашивается, зачем это нужно студии и руководителю, и работодателю – непонятно. Нам, как специалистам, лучше всего брать не помощника, а брать уже готового специалиста на определенную функцию. Соответственно, и выпускникам точно так же очень выгодно быть не абстрактным помощником, который все умеет вроде бы как по чуть-чуть, потому что его этому учили в институте, либо на курсах, а заниматься только конкретными задачами. И задачи это могут быть разные. Можно быть чертежником, обмерщиком, декоратором, комплектатором, менеджером и так далее. То есть функций здесь достаточно много. Возникает вопрос, что лучше и что ближе всего выпускнику, и какие у него таланты. Потому что кто-то лучше чертит, кто-то лучше визуализирует, кто-то лучше работает с материалами, подбирает их и работает поставщиками. И именно это нужно развивать. Именно это можно выучить в первую очередь. К примеру, обмерщиком можно стать достаточно быстро, примерно за месяц изучить теорию, научиться пользоваться фотоаппаратом, научиться пользоваться обмерными инструментами, вычерчивать это в автокаде и уже приносить какую-то ощутимую пользу, делать по стандарту, делать по шаблону. То же самое касается визуализации. Визуализацию с нуля можно выучить за один-за два месяца, уже брать задания от руководителя и делать эти задания качественно. И это тоже очень хороший навык. Собственно, я, например, с этого и начинал. Я устроился в студию дизайна просто потому, что я умел делать хорошо визуализацию. И делая визуализацию, я потихонечку год за годом учился дизайну, учился приемам, смотрел, как действуют опытные архитекторы, спрашивал у них советы и так потихонечку стал самостоятельно тоже дизайнером, уже стал выполнять свои проекты. Если бы я не был визуализатором, если бы у меня не было этого навыка, то вряд ли я был бы настолько полезен компании, чтобы меня держали и чтобы меня обучали. Таким образом, выучив какую-то узкую специализацию, начинающий специалист спокойно может работать в компании, либо устроиться помощником опытного дизайнера. Это будет ему очень полезно. А опытному дизайнеру тоже будет максимально полезно, потому что вместо абстрактного помощника он получает конкретного специалиста, который закрывает конкретную сложную или не очень выгодную для него итерацию. Будь то черчение, визуализация, обмеры, составление задания, либо просто помощь в каких-то стандартных ситуациях, в рутинных операциях, это менеджер проекта. Либо помощь в введении договора. И это, собственно, четвертая проблема, о которой мы только что говорили. Это поверхностное знание вместо специализации. Учат в обучающих курсах и вузах именно всему, в совокупности, но, к сожалению, опыта для начала самостоятельной деятельности недостаточно. Для того, чтобы начать работать, лучше начать с какой-то определенной одной специализации, выучить ее не за два года, не за пять лет, а за несколько месяцев. Уже изучить, как она должна работать от начала до конца, получить необходимые знания, навыки, умения и пойти работать, применять все это дело на практике. Параллельно, если интересно, обучаясь уже на практике, либо на дополнительных курсах, другим специализациям. И как только специалист набирает все необходимые 10 функций, вдруг он постепенно становится настоящим ведущим дизайнером, либо даже руководителем своей собственной студии, умеет общаться с клиентами, умеет делать проекты, умеет согласовывать, умеет помогать, умеет набирать помощников, делегировать, вести до документа оборот и многое-многое другое. Последовательно, шаг за шагом, профессия обретает какой-то единый смысл, а не становится вот таким вот эфемерным понятием дизайнера интерьера. Нет, конкретно по очереди мы изучаем необходимые функции, и эти функции вложатся в основу нашей профессиональной деятельности. И пятая проблема – это общение с клиентом. Общение с клиентом – вообще это отдельная история. Это управление проектом, это общение по договору, согласование, как правильно себя подать, как правильно себя презентовать, как презентовать свою работу, сколько вариантов делать, как согласовывать и многое-многое другое. К сожалению, этому практически нигде не учат. либо учат, но только на дополнительных курсах, и это никак не завязано системно с самим дизайн-проектом и с самой последовательностью. Стандарт профессии как раз соединяет все необходимые функции и объединяет их в единую правильную последовательность по управлению проектом. Это менеджер дизайн-проекта. В стандарт профессии включено и общение с клиентом, и договорные обязательства, и управление проектами, управление задачами, управление людьми. Дизайнер, настоящий, профессиональный, тоже должен уметь это делать. Мало сдать проект, это лишь половина дела. Мало его сделать, мало его придумать. Его нужно защитить, его нужно преподнести клиенту и сдать, а потом, естественно, построить. Вот это все в совокупности описано в стандарте профессии, и эти пять основных проблем решает этот документ стандарт профессии дизайнера интерьера. Стандарт профессии подразумевает полное обучение управлению проектами, а это значит, что дизайнер будет полностью готов к ведению проекта и общению с клиентом. Теперь давайте поговорим, из чего состоит стандарт профессии, что туда включено. Первое – это деление на функции, о которых мы уже много говорили. Десять у нас функций, и они делятся на составляющие. По каждой функции у нас есть основная трудовая функция. Что это значит? Ну, к примеру, обмерщик делает обмеры, дизайнер делает планировку или дизайн, комплектатор помогает собрать мебель, менеджер управляет проектом, арт-директор проверяет качество, руководитель управляет студией, ну и так далее. То есть у каждого есть какая-то основная часть. И эта основная часть записана в оглавлении, то есть что делает этот специалист. Дальше у нас есть под уровня, под каждой из основной частью есть действия. Трудовые функции они называются. Это то, из чего состоит необходимое действие для того, чтобы выполнить вот эту основную трудовую функцию. К примеру, для того, чтобы выполнить обмеры, это функция обмерщика, обмерщик должен уметь делать фотофиксацию, то есть он должен прийти и сфотографировать. Он должен уметь зарисовать и обмерить с помощью инструмента необходимые углы, размеры по определенному шаблону. Это его обязанность. И третье, он должен все это занести в графической программе, в автокаде, допустим, для того, чтобы передать на следующую часть. Что должен делать дизайнер? Он должен сделать планировку, он должен подобрать мебель и материалы, рекомендовать, и он должен визуально воплотить свою идею, ну либо сделать задание на визуализацию. Что должен сделать визуализатор? Он должен взять выполненное дизайнером, подготовленное задание на визуализацию, выполнить визуализацию, это первое действие, и второе действие – согласовать эту визуализацию с клиентом, с ведущим дизайнером в данном случае. И так по всем функциям у нас прописаны трудовые функции. Это очень важно. По каждой трудовой функции стандарт подразумевает еще два понятия. Это знание и это умение. Знание – это то, что должен знать необходимые данные, то есть это могут быть ГОСТы, СНИПы, это могут быть цветовые решения, светодизайн, правила работы с инструментами, правила согласования. У каждой функции, естественно, это свое. Это то, что должен знать в голове специалист, и умение – то, что он должен уметь конкретно делать. По каждой функции это тоже прописано. Это знание и умение. В столбик даны необходимые вещи. Они могут пересекаться между функциями, но в основном, конечно, они так или иначе уникальны, и пересечение происходит только в основных вещах, допустим, этика делового общения и умение согласовывать. Также в стандарте обязательно указан уровень квалификации, необходимый для каждого специалиста. Это требования законодательства, и здесь мы указываем, какое образование должен получить, какой опыт должен быть у специалиста, и сколько проектов он должен сделать для того, чтобы поступить на должность. И в этом плане есть минимальные функции. К примеру, обмерщиком можно стать, наверное, за месяц, окончив школу, получив базовое среднее образование и научившись пользоваться автокадом, фото-видеотехникой и чертить все это дело, заносить на бумагу и дальше заносить в компьютер. В принципе, это небольшие курсы, за месяц можно уже научиться и начать работать. Если взять, допустим, ведущего дизайнера, то такой фокус уже не пройдет. Ведущий дизайнер обязан по стандарту получить высшее образование и дальше получить образование по профильному курсу, то есть повышение квалификации. И в этом случае он становится ведущим дизайнером, тогда у него есть возможность и квалификации, и общаться с клиентом, и делегировать, а также выполнять, собственно, весь проект самостоятельно. Ну и так далее. У каждой из функций есть свой набор, который мы прописываем и которому рекомендуется следовать. Естественно, каждая студия, каждый работодатель и каждый специалист могут так или иначе отходить от этих стандартов, то есть это не обязательно, но это такой ориентир, который нам показывает вообще, куда нужно стремиться. То есть это такая дорожная карта, ты можешь посмотреть, так, это я знаю, это я знаю, а вот это вот я пока не знаю, а вот это я пока не умею. И ты можешь точно понять, что тебе для этого нужно. Хочешь, получай самообразование, хочешь, записывайся на какие-то курсы, хочешь, иди, обучайся в вуз, хочешь, читай книжки, то есть неважно. Получай знания, получай навыки и получай необходимую должность. Это очень удобно. Еще раз отмечу, что мы можем таким образом посмотреть по каждой функции, что нужно для того, чтобы перейти на следующий уровень. Это дает замечательные возможности для карьерного роста. Итак, что входит в стандарт? Это четыре основные позиции. Первое – это деление дизайнерских задач на функции. Об этом мы неоднократно говорили выше, поэтому повторяться здесь не будем. Это и так понятно. Второе – это введение дизайн-проекта. Начиная от общения с клиентом, от китирования и обмеров, и заканчивая выпуском рабочего проекта, необходимы подборы мебели, материалов этой ведомости и визуализации, как это визуально выглядит. Третье – это работа ведущего дизайнера на авторском надзоре и на комплектации. Это тоже входит в стандарт, и это тоже мы обязательно прописываем и изучаем. Это у нас функция комплектатора, менеджера и ведущего дизайнера. И четвертое – это качественное управление проектом. Не только делаем работу, но и учимся работать с клиентом, работать с сотрудниками, если они у нас есть, работать с партнерами, с подрядчиками. Это этика работы, и это тоже очень важная часть. Все эти функции, все эти действия у нас прописаны в стандарте профессии, достаточно детализировано. Вы можете прямо сейчас их взять, изучить и сразу использовать. А теперь поговорим, что не входят в дизайн-проект. Мне пришлось сделать этот список, потому что возникало очень много вопросов. Для того, чтобы люди не путали, что входит, а что не входит, я специально отделил те вещи, которые никаким образом его не затрагивают. Первое. Стандарт профессии никаким образом не регламентирует само творчество и качество выпускаемого продукта. То есть, если действовать по функциям, если делить эти функции, никаким образом мы не сможем делать лучший проект. Мы не сможем сделать его более качественней. Это все зависит от внутренних способностей специалиста конкретного. То есть, если мы возьмем по функциям человека, который без опыта, он все равно сделает плохо. Да, он будет все выполнять функции, но он их будет выполнять одинаково плохо. Точно так же человек, который выполняет все эти функции, он может их выполнять очень хорошо или даже на отлично. Те функции, которые мы пишем, не отвечают тому, как должно быть сделано по качеству. Пожалуйста, ни в коем случае не путайте. И стандарт профессии, именно деление этих функций, никаким образом не влияет на творчество. Потому что творчество находится вне деления на эти функции. Творчество у нас отдельно творчеством. Как только мы делаем дизайн, делай как хочешь. И есть результат творческого процесса, который как раз таки оформлен в стандарте. И написано, что в результате творческого процесса, пожалуйста, ты должен выпустить вот такие данные. Ты должен знать вот это и уметь должен вот это. Второе, что не входит в стандарт профессии, это те действия, которые не сосредоточены именно в отделе производства. Я говорю сейчас о том, как мы заключаем договор с клиентом, как мы продаем свою студию. И после того, как мы выполнили авторский надзор и комплектацию, не входит именно управление стройкой, взаимодействие дизайнера со строителями на управлении и не входит генеральный подряд. Это тоже выходит за стандарт. То есть стандарт у нас ограничен и регламентирован именно стадией отдела производства. Начиная от общения, когда клиент уже пришел, и заканчивая сдачей проекта по комплектации и авторскому надзору. Вот это тот отрезок, где у нас описаны функции дизайнера. Все, что раньше и все, что позже, также маркетинговые потом материалы, выпуск и фотографирование, полиграфия, оформление сайта, это все тоже не входит в стандарт. Будьте здесь внимательны. Третье. Последовательность работы и сценарий самого производства никак не регламентируются стандартом. То есть вы можете работать как угодно. Хотите, начинаете работать с клиентом с выездом по магазинам, хотите, сразу делайте несколько вариантов планировки, хотите, рисуйте на салфетке что-то, хотите, делайте 3D, абсолютно никак стандарт не показывает и не рассказывает, как вы должны это делать. Это дело каждого специалиста, либо каждой студии. Это творческий процесс производственного формата. То есть что хотите, то и делайте. Важно то, что каждое действие, результат работы каждой функции должен отвечать стандарту. Вот это действительно важно. То есть если ты рисуешь 3D, то, пожалуйста, будь добр, нарисуй 3D и согласуй. Если ты выезжаешь на комплектацию за мебелью, то, пожалуйста, по чек-листу будь добр соблюсти не только закупку, не только подсчет, но и доставку, и встречу этого товара. То есть все, что описано именно в функциях, рекомендуется соблюдать. А последовательность здесь, конечно же, не важна. Пятое. В стандарт профессии не входит модель ценообразования. Это тоже дело студии, либо специалиста. И неважно, сколько вы берете за проект, берете вы 3 копейки, либо 3000 евро. Это тоже ваше дело. Потому что специалисты совершенно разные, уровень доходов и расходов тоже у всех разный. И стандарт профессии никак не привязан к проекту, насколько он большой, насколько он маленький. Он привязан лишь к функциям и к действиям. Поэтому цену можете ставить любую. И важно, вот у многих возникает вопрос, а как это так? Вот у меня маленькая ставка, и я не могу делить эти функции, и я не могу набрать много людей. Это очень частый вопрос. И поэтому это все не работает. Это все, что вы придумали, меня вообще не касается. Касается, потому что как только вы захотите делегировать какую-то часть, не обязательно делегировать все и набирать большое количество людей. Можно начать делегировать с визуализации, либо с обмеров, либо с помощника. То есть взять какую-то маленькую часть. И по мере роста вы увидите, как вы растете из дизайнера, как меняется мышление. Вы растете из дизайнера в руководителя. И чем больше у вас будет заказов, чем больше и лучше, и интереснее у вас будут проекты, тем, соответственно, потребность в сотрудниках будет выше. В какой-то момент вы выйдете на новый уровень и сможете заниматься именно руководителем, быть. И руководитель как раз занимается тем, что продвигает услуги. А если вы продвигаете услуги, если вы получаете заказы регулярно, то вопрос о том, сколько это стоит, не стоит, потому что заказы идут и идут. Идет вопрос именно, где найти толковых сотрудников. И как только вы выходите на этот уровень, все это становится актуально. Становится актуально деление на функции, и модель ценообразования у вас автоматически вырисовывается. Вернее, вы сами ее делаете именно в работе студии. Но никаким образом в стандарте именно модель ценообразования не прописана. И не ждите ее там, ее там не должно быть. Шестое. Стандарт профессии не входит в правила работы с сотрудниками и не входит в правила работы с клиентом. Это тоже дело каждого. Кто как хочет, тот с сотрудниками так и работает. Кто-то в офисе, кто-то удаленно, кто-то с ними дружит, кто-то наоборот палками бьет. И модель работы с клиентом. Кто-то хочет, чтобы клиент был другом, союзником, соратником и вместе с ним делать в дружеских отношениях проект. А кто-то хочет действовать строго по договору, и если клиент не прав, он ему об этом укажет. Стандарт никаким образом не регламентирует именно взаимоотношения. И вы можете здесь построить ту систему, которая вам будет удобна и с которой вы привыкли, с которой вы хотите работать, которая считается необходимым и правильным для себя. Давайте поговорим про разработку документа, потому что мне хочется, чтобы вы знали, как вообще происходит процесс и почему он именно такой, а не другой. Ну, все начинается, естественно, с идеи. Я случайно наткнулся на эту тему и увидел, что у государства есть запрос на стандартизацию всех профессий. Сейчас дизайнера интерьера у нас нет, поэтому мы решили, что можем это сделать. Тем более, в нашей студии уже накоплен большой опыт работы и с частными, и с общественными интерьерами. И мы уже делим, по сути, все эти функции внутри у нас в студии и видим, как это замечательно работает. То есть, эта система уже прошла испытание реальностью. И для того, чтобы эту систему перевести на государственный стандарт, нужно лишь добавить некоторые особенности, ну и немножечко адаптировать. Далее готовую систему, этот готовый документ мы презентуем дизайнерскому сообществу. Именно поэтому я и записываю эти видео, потому что нам важна обратная связь. И мы хотим, чтобы это был не какой-то там наш между собой формат и стандарт профессии. Нам важно мнение каждого дизайнера работающего, потому что мы его делаем не только для себя, а для всей индустрии. И для учебных заведений, и для будущих дизайнеров, и для существующих дизайнеров, и для студий. Нам важно именно объединение со всех сторон. Соответственно, вы можете сейчас, и мы просим вас писать комментарии, только писать комментарии понятные, взвешенные, конкретные. Что вас в этом стандарте, возможно, не устраивает, что устраивает, какой у вас опыт. Только, пожалуйста, перед тем, как писать, обязательно разберитесь в теме достаточно детально. Изучите функции, изучите требования, изучите роли, изучите материалы вообще, которые мы предоставляем. Потому что просто написать, а это все не работает, потому что это чепуха. Но это комментарий, который никуда не пойдет, и который, по сути, просто показывает уровень вообще того, что вы можете дать сообществу. Если вы чувствуете, что вы можете дать сообществу больше, чем просто возражения, то изучите, пожалуйста, формат. И изучите этот стандарт, и напишите свои возражения, возможно, либо вопросы. И это очень сильно поможет дизайнерскому сообществу расти и развиваться. Это очень полезно. Собственно, так мы и поступали. На протяжении года мы с разработчиками спорили, добавляли что-то, убирали, меняли формулировки. Потому что нам нужно сделать не только так, как нам видится, но это еще и должно соответствовать нормам и законодательству, которые уже приняты. То есть мы не можем просто так от себя написать. Нам нужно было проанализировать большое количество материалов наших, зарубежный опыт. Мы проштудировали все необходимые документы, принятые нормы, стандарты. И теперь вот наш стандарт, который мы выпускаем, он именно соответствует тому, что уже существует. Потому что иначе нам бы пришлось просто заново это проводить. Это тоже никому не нужно. Стандарт уже в пяти минутах от принятия. Поэтому читайте, изучайте. В нем уже адаптировано, наверное, все. С рабочей группой мы это все оттестировали. И теперь дело за малым. Это должна пройти комиссия, должны произойти общественные слушания, общественные дебаты. Я буду с лекциями и с материалами, с мастер-классами выступать. И, соответственно, в скором времени стандарт профессии будет уже принят. А если вы слушаете нас в записи, возможно, наткнулись на эту тему, то стандарт профессии уже принят. И вы можете его взять и по нему уже работать. Поэтому обращаюсь сейчас к дизайнерскому сообществу. Если вы дослушали это видео, значит, вам, наверное, это как-то интересно. Пожалуйста, внимательно изучите то, что мы предлагаем. Именно документально, текстово. Посвятите какое-то время, чтобы разобраться. Я даю мастер-классы по этому поводу. Поэтому разобраться будет, наверное, не так сложно. Если вы увидите где-то какие-то недоработки, что-то не сходится с вашим опытом, что-то подсказывает, что можно улучшить, какие-то формулировки, либо какие-то действия, либо еще что-то, пишите обязательно в комментариях. Эти комментарии мы тоже укажем и представим на комиссию для того, чтобы показать, что было обсуждение и комментарии, в том числе и ваши, были приняты. Дальше после рассмотрения комиссии происходит утверждение и стандарт уже становится официальным документом, с которым мы все с вами сможем работать. Напоминаю, что это сделано для того, чтобы облегчить работу всех участников рынка, для того, чтобы повысить квалификации специалистов, повысить престиж профессии и объяснить специалистам, что они должны делать, что не должны, чтобы клиенты тоже понимали, что входит в состав работы дизайнера, а что не входит. И вот в таком общем документе, в общем понимании мы можем отразить все наши пожелания и требования. Это, мне кажется, очень здорово и очень интересно. И вы можете принять в этом участие, поэтому оставляйте комментарии. Спасибо, что были с нами. Я уверен, что эта информация будет полезна, поможет построить план вашего развития на многие годы вперед. И успешно вы сможете развить свою студию, свой бизнес, либо развиваться как профессионал с помощниками. Это тоже очень-очень хороший вариант. На этом сегодня все. С вами был Станислав Орехов. Спасибо и до новых встреч.